Я думаю, что вы так немножко уже поняли, что такое внутренний автоморфизм. Внутренний автоморфизм – это гомоморфизм из группы в себя, то есть взаимоднозначное преобразование, при котором каждый элемент умножается с одной стороны на G, а с другой стороны на G-1, на один и тот же элемент тоже. Так вот, давайте подумаем. Но всегда ли вот эта вот операция, которая переводит X в G-1, на самом деле всегда ли она является интегривиальной? Может ли так быть, что X равняется G-1? Да, запросто. Домножим на G, это бывает тогда и только тогда, когда эти два элемента перестановочны. То есть если элемент X перестановочный с каким-то элементом G, то в таком случае, когда вы подвергаете X сопряжению, на самом деле X останется на месте. Отлично. Теперь вопрос. Может ли так быть, что какой-то элемент G, ни один из элементов группы не сдвинул с места? Ответ. Да, конечно. Конечно, такое возможно. Например, в группе патернионов таких элементов целых два. Ну, один элемент все, наверное, понимают. Какой элемент? Единица. Единица. А второй элемент? Минус 1, конечно. Нет, минус 1 спустила. Минус 1, она здесь есть. Смотрите. Минус X еще умножить на минус 1. Минус 1 грудируется с чем угодно. Правильно? Поэтому центр группы патернионов, вот эти элементы, которые перестановочены с чем угодно, называются центральные элементы. Множество таких же, что для любого элемента X выполнило такое равенство, называется центр группы. Давайте я спешу. Итак, центр группы это множество таких элементов нашей группы, что для любого X, X, G равняется GX. То есть, которые перестановочны со всеми без исключения элементами группы. Бывает, что в группе центр состоит только из одной единицы. Ну, меньше единицы не бывает, потому что единица, она с чем угодно перестановочна. Вот. Бывает, что центр состоит только из одной единицы. Например, когда у вас n больше 2, то центр группы состоит только из одной единичной перестановки. Давайте это сейчас докажем. Кстати, если n равно 2, то это не так, потому что, когда n равно 2, то у нас всего 2 элемента там, это то, что оставляет на месте, и то, что переставляет ничкой двумя местами. Естественно, что перестановка двух элементов сама с собой коммутирует, поэтому, когда n равно 2, то центр состоит из всей группы, из всех двух ее элементов. А если n больше 2, то центр тривиальный. то есть он состоит только из одной единицы перестановки. Господа, это на самом деле в высшей степени легко сделать, потому что ведь в конечном счете любая перестановка как-то разлагается на цикл. Правильно? Я уже объяснил. Вот, замечательно. Давайте возьмем какую-то цикл. Ну, я не знаю, какую-то цикл. Есть элемент а, есть элемент б, ну и так далее. Так, мне сейчас нужно как-то использовать то, что в группе больше, чем 2 элемента, потому что иначе у меня что-то казательство не получится. Ну, замечательно. Давайте так использовать. Или этот цикл состоит из А, Б, С. А дальше я не знаю, идет что-то или нет. И дальше идут какие-то циклы или нет. Я не знаю. Или же у меня картинка такая. Этот цикл А, Б, он такой короткий. Но тогда, но тогда обязательно, в принципе, нет, а кстати, почему нет? Может быть просто цикл А, Б. В группе больше, чем один элемент, а у нас цикл А, Б. Отлично. Такое тоже бывает. А дальше там идет или не идет. Замечательно. Итак, кто может быстро и непонятно объяснить, почему центр группы перестановок на N элементов, когда N больше 2, тривиален? Кто может привести пример перестановки, которая вот с этой не крутит? Когда поменять хоббс? Поменять кого? Ну, скобки. Так, давайте вот эту перестановку обозначим буквой сигма. С какой перестановкой разумно ее пытаться кнутить? Ну, например, разумно пытаться с циклом А, Б. Хорошо? Давайте. Сигма с перестановкой А, Б. И наоборот. А, Б и сигма. Что у нас будет? Итак, если мы сначала делаем А, Б, а потом делаем сигма, куда у нас переходит число А? Сначала перешло в Б, потом перешло куда? Куда? В С. В С. Замечательно. Так, ну, после С это, я не знаю, что было, поэтому я уже не буду здесь стоять. А, Б перешло в Б. Так, так, сходу. Так, а здесь? При сигме А куда перешло? В Б. В Б. А потом? В А. Вернулось. Ребята, вот при этой перестановке А перешло в С, а при этой перестановке А осталось на месте. Вы понимаете, что в результате эта перестановка с циклом А, Б некому делать? Понимаете? Отлично. Так, хорошо. Теперь представьте себе, что у нас есть больше одного элемента и какая-нибудь такая перестановка. Ну, больше одного, значит, есть еще какой-нибудь элементик С. Давайте, вот это у меня будет перестановка Тау. Так, давайте я поэкспериментирую. Скажу, я посмотрю, что такое Тау в композиции с А, С. С это элемент, который не равен А, не А, не Б. Так, куда при этой перестановке переходит элементик переходит элементик А? Элемент А переходит в Б. Сначала в С, правильно? Ну, а потом в Тау от С. Замечательно. Так, а куда переходит здесь тот же самый элемент А? Сначала он переходит в Б, правильно? Правильно под действие Тау? А потом это на него никак не действует, поэтому здесь переходит в Б. Так, маленькая проблема. А может ли Тау от С равняться на С Б? Нет, не может, потому что у нас Тау от Б это А. Понимаете? А Тау от А это Б. Поэтому перестановка у нас А и Б уже заняты. Перестановка не может переговорить С, Б. Ребят, на самом деле это все ерунда. Вот, потому что конечно любому нормальному человеку понятно, когда вы переставляете, то важно в каком порядке выкручиваете предмет. Поэтому это все я говорю вам только для того, чтобы вы хоть немножко в принципе поняли, что такое перестановки